На портал Эзегет поступил вопрос, что нужно делать в Прощенное Воскресенье. Прощенное Воскресенье – это последнее воскресенье перед началом Великого Поста. Но само название говорит о том, что нужно прощать и просить прощения. Это, конечно, не единственное, что нужно сделать в этот день. В любой воскресный день православный человек должен быть утром на литургии. К сожалению, сейчас многие православные не считают обязательным быть на воскресной литургии. А это обязательно. Конечно, в этот день хорошо было бы причаститься к святых тайн христовых, потому что впереди подвиг поста, и вот такое напутствие святыми тайнами на этот подвиг было бы очень важным. И есть замечательная древнейшая традиция, собственно, она закреплена даже в уставе церковном, что на вечерне этого дня совершается чин прощения, в котором духовенство друг у друга спрашивает прощения, начиная с наместника или с настоятеля. У прихожан духовенства спрашивают прощения, и прихожане спрашивают прощения друг у друга и его духовенства. Такой очень трогательный обычай, очень глубокий. Иногда раздается вопрос, зачем просить прощения у тех людей, которых я не знаю, против которых я ничем не согрешил, ничем их не обидел. Мне нравится вот какое рассуждение. Как-то Достоевский говорил о том, что мы все глубоко друг перед другом виноваты. Совершая зло, мы совершаем зло всем. Так или иначе, оно умножается в мире. Поэтому говорить о том, что я не виноват перед большинством людей, это не совсем правильно. Вот это покаянное чувство, что я осознаю свои грехи, осознаю зло, которое есть у меня, осознаю те обиды, которые я приношу и принес другим людям. Поэтому попросить прощения очень полезно. Это духовно помогает настроиться на борьбу со своими грехами, на злом внутри себя. Но, конечно, надо обязательно примириться и попросить прощения у тех, перед кем ты действительно виноват. Примириться со своими родственниками, друзьями, сослуживцами, с теми людьми, с которыми ты общаешься. Очень важным является и не только попросить прощения, но и самому простить. Как мы можем рассчитывать на то, что Господь нас простит, если мы сами не прощаем? Поэтому вот содержательная часть этого чина прощения, которое совершается в Прощенное Воскресенье, как раз побуждает нас и к тому, чтобы мы попросили прощения, и, что очень важно, чтобы и сами мы всех простили и с чистой совестью вступили в подвиг Великого Поста. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...